Гидравлическая белая дыра Гидравлическая белая дыра Научный руководитель Алексея Павличенко Сотворец физико-технического Я думаю, что они расскажут все сами про себя Выходите, пожалуйста Вас ждут уже давно Презентация именно в трансляции Докладчики на сцене Начинайте Здравствуйте! Мы представляем вашему вниманию проект Гидравлическая белая дыра разработанный под руководством Павличенко Алексея Сергеевича Над проектом работали Вагин Дмитрий, Альшевский Дмитрий Дубенский Микаил, Исаева София И Дрозецкий Григорь Возможность проведения аналогии является важным, если не определяющим фактором для развития современной физики К примеру, некоторые сходства между силами инерции и гравитацией послужили толчком к развитию общей теории относительности в свое время В нашей работе исследуется такая аналогия Полные на поверхности жидкости рядом с радиальным гидравлическим скачком ведут себя таким же образом, как материя вблизи белой дыры Так называют физический объект, являющийся временной противоположностью черной дыры Поразительно, что подобие астрофизического объекта можно обнаружить в каждой раковине В современных реалиях руки мы вынуждены мыть часто Но задумывались ли вы хоть раз, что в этот момент наблюдаете иллюстрацию механизма такого значимого физического объекта как белые дыры Мы решили разобраться в этом и скандалировали искусственный гидравлический скачок вызванный падением столба жидкости на поверхность от прямого угла Конечно, в ходе работы возникли некоторые трудности но результаты стоили таков Итак, целью нашего проекта является изучение и проверка проведенной аналогии Для достижения цели мы предприняли следующее Сначала разработали аналитическую модель описывающую распределение полной жидкости и решили полученное уравнение Затем нашли зависимость формы волны от времени и провели эксперимент и сравнили теоретические данные с результатами, полученными опытным путем Ну и наконец, проверили нашу аналогию сравнив уравнение движения жидкости с соответствующими уравнениями общей теории относительности Начнем с экспериментальной части Перед частью команды, отвечавшей за проведение эксперимента была поставлена задача добиться максимально доступной точности измерения Продолжение следует... Экспериментальная установка Она собрана на деревянном каркасе Внизу расположена плоскость, на которой производились измерения В качестве внешней поверхности было выбрано органическое стекло Это позволило минимизировать трение и влияние на распространение жидкости по поверхности соответственно Также это позволило расположить миллиметровую бумагу так, чтобы процесс измерений также примешивался в распространении волны, то есть под стеклом На точность эксперимента также сильно влияла постоянность потока падающей воды а именно испускание его под постоянным давлением близким к атмосферному и ламинарность на выходе из нашей емкости Для того, чтобы минимизировать перепад давления при вытекании жидкости в качестве емкости была выбрана 20-либровой воды Эксперимент требовалось провести с выходными отверстиями разного диамека Для этого были самоделированы и распечатаны на 3D принтере воронка сложной формы сужавшая выходное отверстие до диаметра 10 мм и 5 насадок выходными отверстиями по диаметру 2 до 10 мм Внутренняя поверхность воронки была максимально слажена при моделировании, то есть не имела резких двор, которые могли бы создать заветения А после распечатки внутренние поверхности как воронка, так и насадок были обработаны с помощью наждачной бумаги и лака для того, чтобы убрать дефект, появившийся при распечатке и еще больше сглазить поверхность Оборонка фиксировалась на горлышке бутылки с последующей герметизацией а насадки фиксировались на оборонке через уплотнительную ленту на резьбовое соединение В течение серии экспериментов должна была изменяться высота подвеса емкости с водой Для этого на четырех упорах были сделаны крепления на высоте от 40 до 100 сантиметров а в площадке, на которой крепилась бутыль, было сделано четыре пропила, пропускавшие крепление при изменении высоты Проводилась видеофиксация экспериментов с двух кратушек, сверху и сбоку Сверху регистрировалось движение воды по поверхности а сбоку фиксировалась площадка струи непосредственно перед падением на плоскость Это измерение проводилось вручную то есть планка с миллиметровкой держал один из участников эксперимента и было сделано для возможности убрать из кадра верхней камеры, планка с миллиметровкой и вторую камеру и более полно запечатлеть движение волн по плоскости Проведение измерений на экспериментальной установке происходило в четыре этапа при этом нулевой этап выполнялся однократно за всю серию измерений На нулеволну установка ставится на четыре водоспирающих поддона Основание установки выставляется с помощью уровня Берется деревянная подложка по ее размерам вырезается лист миллиметровой бумаги Он устанавливается на нее же Сверху накрывается оргстекло Центр миллиметровой бумаги выставляется с центром оргстекла На первом этапе необходимо на бутылку надеть через уплотнительную ленту переходник в воронку После необходимо выбрать насадку диаметр которой будет примерно равен диаметру изучаемой струи и надеть насадку на переходник в воронку На втором этапе выходное отверстие насадки временно глушится Емкость заполняется водой до определенного уровня Проверяется общая герметичность системы На третьем этапе происходит видеофиксация потока воды с частотой съемки 240 градусов в секунду Съемка ведется как параллельно на потоку воды Так и перпендикулярно В задаче человека снимающего параллель на потоку воды Максимально приблизить камеру К листу миллиметрового в液ه Это необходимо для того Чтобы в каждый момент Четко зафиксировать положение фронта волны Относительно центра В задаче человека снимающего Перпендикулярно Подставить перепендикулярной камере Лист миллиметровки закрепленный На деревянном основном Это необходимо, чтобы замерить фактический диаметр изучаемой струи. Измерения идут до тех пор, пока поток воды остается ламинарным. При этом наиболее точным мы считали измерения при условии сохранения ламинарности потока и малым количеством воды в резервуаре. Теперь перейдем к осмотрению аналитической модели. В тех работах, которые мы изучали по гидродинамике жидкости, не было дано вывода уравнений и распространения жидкости в неравномерно движущейся среде. Но был дан только вывод распространения уравнений в неподвижной среде или в канале с постоянным сечением. Поэтому нам пришлось самим выводить эти уравнения. Для начала введем обозначение. Введем начальное распределение скорости, начальный уровень жидкости, а затем введем некоторые небольшие по смыслу поправки к ним. Для того, чтобы описать через них распространение ламинарности. Далее запишут простейшие уравнения, задающие вообще движение жидкости. А именно уравнение непрерывности, уравнение на въезд токса. Уравнение непрерывности, уравнение на въезд токса и уравнение кинематики поверхности. Линейризуем эти уравнения, то есть пренебрежем всеми квадратами поправок. Тогда получим жидкость на уравнение, которое решается значительно проще. Далее мы можем на видео фиксировать только форму поверхности. Поэтому рассмотрим уравнение, задающее ее. Здесь одно из уравнений содержит в себе производные третьего порядка, а другое – только первого. Это лучше уравновесит для более частного численного решения. Поэтому мы введем вектор хи, равный на холоду поверхности. И в этом случае оба уравнения будут второго порядка. В этих уравнениях есть одна неизвестная величина. Это вертикальная проекция скорости. Она никак на основании них не определяется. Поэтому нашей задачей было, каким-либо образом найти ее значение. Оказывается, это сложно сделать, используя уравнение непрерывности. Надо проинтегрировать его вдоль вертикальной прямой и предположить пропорциональность интеграла дивергенции скорости и дивергенции этой скорости на поверхности. Далее, то, каким образом мы решали эти уравнения. Мы разработали программу, в которой разработали простейший алгоритм конечных вращений. То есть у нас были две сеточные функции у и хи. Затем они выставлялись в уравнении, находились значения в производных по времени, а позже находились их изменения через небольшой временный интервал. Итак, здесь отказался. За результат работы алгоритма зависели от способа афоксимации производства. В первом способе были использованы простейшие конечные разности. И здесь вы можете увидеть результаты такого алгоритма. Заменили здесь цветом, обозначенные значения модулей векторов у и хи. Небольшой шум, возникший на предпоследнем кадре, привел к совершенно нереалистичной картине в дальнейшем. Из-за такого способа афоксимации предзвонных, при котором шумы все резко возрастали. Поэтому необходим был другой интервал. Этот метод заключался в использовании преобразования фурье. То есть сеточная функция раскладывалась в двумерный ряд фурье. Для него было проведено дифференцирование и обратно преобразовано в сеточную функцию. Преимущество этого метода состоит в частности в том, что преобразование фурье позволяет обрезать высокие шумовые частоты и оставить только те, которые нам важны. Здесь показан результат работы такого алгоритма. Заметьте, что шумы все еще остались, но они имеют теперь другую форму. Они теперь имеют форму волн максимальной частоты, которой не обрезались. То есть пока что численная модель не была успеха. Поэтому была разработана приближенная аналитическая модель для решения данной задачи. Уравнения, записанные в дифференциальной форме, если предположить их коэффициенты постоянными, решаются простейшей комплексной постановкой. Из-за этой комплексной постановки легко найти дисперсионное соотношение для данных баллов, тем самым определив ее скорость. Для получения экспериментальных данных мы записывали видео, в которых после обработки мы получали высоту жидкости над поверхностью, диаметр вытекающей струи, радиус гидравлического скачка, скорость распространения волны и длину волны. Чтобы понять, как зависит скорость волны и длина волны от других параметров, мы обработали данные следующим образом. В первом случае мы изменяли высоту жидкости над поверхностью, от поверхности. Во втором случае мы изменяли диаметр вытекающей струи. В третьем случае мы изменяли расстояние волны до центра. После полученных результатов мы сравнили с полученной теоретической моделью и пришли к выводу, что теоретическая зависимость входит в диапазон полученных нами значений. Таким образом было рассмотрено и экспериментально исследовано распространение волн. И осталось только сравнить распространение волн с распространением световых волн вблизи белой серии. Это делается достаточно просто. При помощи метрики Шварц-Шильда мы получаем условия, при котором распространяется свет. Это равенству нулю интервала между точками выдвижения. Эта скорость зависит от направления. И зависит она может быть каким-нибудь не таким способом, каким зависит скорость волны в жидкости. Это нам необходимый свет. Для этого линиаризуем полученную зависимость скорости от направления и построим некоторый линиаризованный график, подставляя значение скорости для волн. Здесь видно, что этот график не точно не является линейным, он разбивается на два приближенных участка при малых значениях синуса. Это означает, что на небольшой углу, где это направление скорости и направление на белую дыру, аналогия все-таки остается лет. Далее мы можем найти параметры этой зависимости, а именно для, который выражается через радиус Шварц-Шильда и просто является более коротким обозначением. И он квадрат скорости света. Сделаем это для двух линиарных участков при различных расстояниях до центра белой дыры. Здесь мы можем заметить, что только для углов, для полно распространяющихся в сторону белой дыры, эта скорость, которая является эффективной скоростью света, стремится к некоторому постоянному значению. То есть на нее на каких-то расстояниях, более, например, на 4 десятых метра, эта аналогия будет равна. Теперь то же самое проведем с параметром ляма. И с него выразим отношение расстояния до черной дыры к радиусу Шварц-Шильда. То есть тоже линия рисунка. Заметим, что здесь аналогия верна, то есть зависимость линейна, только при очень больших значениях относительного расстояния, больше 10. То есть применимость аналогии сильно ограничена. Таким образом, все цели нашего проекта были достигнуты. Была построена линейтическая модель для распространения волн, было проведено экспериментальное исследование, и была проверена аналогия между волнами на поверхности жидкости и белой дыроли. Пока что не ясно, найдется ли какая-нибудь модель, которая более хорошо будет опросимировать волны, и будет ли она в более техническом согласии с распространением волн света. Это является темой дальнейших исследований. Благодарим за внимание. Большой способный вопрос в секунду. Пока именно вопросов, я думаю, что инфраилогия в чего-то сказали. У меня был один вопрос. Очень интересно. Спасибо, ребята. Это совершенно замечательно. Сегодня же вечером будут проверять вещество ванной. У меня вопрос следующий. Я вот, наверное, упустил. Как ваши экспериментальные исследования относились теории, технически? Что вы измеряли на основе инфраструктуры, на основе инфраструктуры? То есть диаметр, который я понимаю, что вы измеряли какое-то такое? Вы измеряли скорость волны в зависимости от различных параметров. Как вы, например, правильно измеряли скорость волны? Мы анализировали вот это самое видео. Разбивали вы его на несколько кадров и смотрели на этом видео, как сместился просто волновой фронтуры. Понятно. Еще вопрос. Вы сказали вначале, что вы изготовили несколько этих самых... Несколько видов соков. У нас опять. У меня было... У меня вот конкурс. Да. Какой вывод, зачем вы это делаете в таком количестве и что из-за того случилось? Это позволяет нам при одинаковых давлениях получить зависимость всех параметров, которые передающих волны, в частности, длину волны и скорость распространения от радиуса струи. Потому что в зависимости от радиуса струи меняется и поток, и поток, и скорость, все это, все эти характеристики. Понятно. У вас на струях она, кажется, она немножко неустойчивая. Да. Это очень хорошо. В некоторых случаях... Да. Но в большинстве случаев таких не... Как будто бы у вас струя сама корректно, но неустойчивая. Да, она начинает. Но она все равно обеспечивает потравлический стачок. Несмотря на эти полюбания. Есть еще именно пару вопросов именно из зума. От Юлия Привасенко. Я сегодня именно слуху его голосом. Почему аналогия работает при параметре фи? Мы в меньшем единице, а при большем не работает. Ну, это видно из графика. Из этого графика при больших значениях синуса, точнее, наблюдается относительное отлонение, большое отлонение от линейности, а, соответственно, в рамках аналогии этот график должен быть полностью линейным. Это просто именно комментарий к виду данного графика на необъяснение будет. А, почему именно? Просто на просто уравнение лица ответов. И еще, 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 еще. Вот именно уточняющий, по всей видимости, вопрос. Какую форму, скобочка, чего можно определить по видео? То есть, коронструирую, как есть. Сейчас. Вы можете откомментировать ваш вопрос. Мы вас услышим. Что видео, на форму чего видео вы смотрели? Ребята, да, конечно, я могу задать вопрос. Вы просто, ребят, меня слышно? Да. Спасибо. Вопрос вот в чем. Вы в какой-то момент сказали просто в своем докладе, что вы по видео определяете некоторые формы. Вот мне интересно, форму чего в вашей, значит, всей этой картине можно определить. Вы все поснимаете, может быть, фронты какие-то можете увидеть. Еще что-то. Вот это ваша фраза. А видео мы определяем скорость распространения волны и ее длину. Возможно, это была ошибка. На самом деле, никакой формы мы не относили. Какие параметры вы что-то определяете в видео? По видео мы кричали. Да, хорошо, спасибо, вот так. Ага. Человеческого скачка, скорость распространения волны и длину волны. Правильно гидравлического скачка, это по-русски, значит, это просто, это вот полный, да? Да, да, да. Это силиндр, что-то. Это сходящийся. Да. Диаметр, что мы и высоту мы задавали уже. У меня есть еще один вопрос. Один вопрос. Есть такой эффект, что мы делаем. Вытяжение света, да, если есть распространение волны. Можно ли это что-то такое наблюдать в вашей белой воде? К сожалению, мы на опыте получали волны, распространяющиеся от центра скачка. И когда мы возбуждали некоторые другие волны, из-за сложной индиференции неразможно было точно определить форму волнового фронта и куда именно она распространяется. Поэтому такие измерения мы не смогли провести в рамках нашего стола. А вы думали, что это? Да. Спасибо большое. Я был очень интересным и насыщенным. Аплодисменты. Аплодисменты технически совсем вопрос. Кто что делал? Кстати, да. Команда достаточно большая. А вы, как и я? Скоро, как скорость отделения обязаны. Мы втроем отвечали за экспериментальную обработку ее создания, ее проектирование, исправление каких-то недоработок, обработку экспериментальных данных. Вот эта вот связь с теорией. Дмитрий отвечал полностью за теоретическую участие. Продолжение следует...